Житие Святой Блаженной Матроны Московской Блаженная Матрона Московская, трепетно любимая, почитаемая ныне всей православной Россией, святая наших времен, радостно осознавать, что одна из самых знаменитых святых совсем недавно жила среди нас. Еще в начале 50-х годов Блаженной Матроне в ее последний земной приют на подмосковную станцию Сходня приезжали люди, настигнутые горем, просить о чудодейственной молитвенной помощи. Поистине дух дышит, где хочет. Блаженная Матрона родилась в селе Себино Тульской губернии, расположенном неподалеку от знаменитого Куликово поля. Она была четвертым ребенком в бедной семье Дмитрия и Натальи Никоновых. Уже немолодым родителям в их беспросветной нужде казалось непосильным вырастить еще одного ребенка. Поэтому еще до рождения младенца они с горечью решили, что определят его в приют, находящийся в соседнем селе. Таких приютов тогда было множество. Они устраивались на средства благотворителей. И вот перед самыми родами Наталье приснился сон. На правую руку к ней опустилась белая птица с человеческим лицом и закрытыми глазами. Когда она родила владенца, веки его были плотно закрыты, как у той белой птицы. Наталья родила слепую девочку. Жалея свое несчастное дитя, мать решила ни за что не расставаться с ним, ни в какие приюты сдавать. Село Себино, где жила Матронушка, как ласково называли ее односельчане, сохранилось до наших дней. Дом Никоновых стоял почти рядом с церковью, в честь успения Божией Матери. Это был очень давнишний, древний храм. Известно, что после битвы на Куликовом поле здесь отпевали некоторых ратников Дмитрия Донского. Здесь же их и похоронили. Тогда церковь была деревянной, а при Матронушке стоял крепкий каменный храм, построенный иждивением ищанием помещика Ильи Муромцева. В эти годы приход храма был немалый, две тысячи триста сорок душ. По воскресеньям и праздникам он собирал прихожан из нескольких деревень. Когда родилась Матронушка, церковь как раз ремонтировалась. Обновляли иконостас, поэтому новорожденных крестили в церковной сторожке. Есть предание, которое дошло до нас через родственников и односельчан, бывших на крещении девочки. Что когда священник погрузил младенца в воду, над купелью поднялось легкое облачко и дивное благоухание, словно от чудесных цветов, наполнил осторожку. И тогда отец Василий, который во прихожане самого почитали как праведника, принародно свидетельствовал о святости младенца. Ее крестили с именем Матроны в честь греческой святой V века Матроны Константинопольской. Эта святая присутствовала при втором обретении главы Крестителя Господня Иоанна. Она обратила к вере многих язычников, свергала идолов, изгоняла бесов и прославилась своей подвижнической жизнью по всей Византии. Через пятнадцать веков блаженная Матронушка во многом повторила духовные подвиги своей святой. На груди у Матронушки, как раз там, где православные носят нательный крест, была выпуклость в форме креста. У Бога нет ничего случайного. Думается, что этот нерукотворный крестик еще один, внешний, телесный знак Богом избранности младенца. «Мамочка, у меня свой нательный крестик на груди», — говорила маленькая Матронушка. Родители любили вместе бывать на богослужениях и всегда брали несчастненькую. Матронушка, как только девочка чуть встала на ножки, она сама бегала в храм, и мать, хватившись, что дитя нет дома, знала, где ее искать. А вечером, когда уставшие от дневных трудов родители ложились спать, Матронушка пробиралась в красный угол, где стояли иконы, расставляла их в одном ей ведомом порядке и, словно видя святые лики, ласково с ними разговаривала. Девочка была не просто слепая. На месте глаз у нее находились лишь глазные впадины, навсегда плотно прикрытые веками. Господь не дал блаженной Матроне возможность видеть мир телесными глазами, но он воздал ей сто крат, одарив свою избранницу другим зрением, тем, которым она проникала в тайны видимого и невидимого мира. Мать рассказывала, как однажды в праздник семья стала собираться в храм. По какой-то причине отец решил не идти на службу и остался дома. Мать была в недоумении. Родители очень любили ходить на службу вместе. Отец, оставшись дома, читал молитвы, пел тропоры. Мать же, находясь в храме, не могла сосредоточиться на службе. Мысли ее бегали. Она то волновалась, то возмущалась, что муж не пошел в храм. Когда мать пришла домой, Матронушка ей сказала. — Мам, а ты ведь в храме не была? — Как не была? Я ведь только что пришла. Вот и отец в храме не был. Вот отец в храме был, а ты не была. Духовным зрением девочка видела, что мать, хоть и присутствовала физически в храме, но не молилась. И душой была от Бога далеко. А Матронушка по-прежнему почти все время проводила в храме. Во время службы у нее было свое одно и то же место в углу, за входной дверью. Не шелохнувшись, с закрытыми глазами, простаивала Матронушка всю службу. Она знала на память все церковные песнопения и очень любила подпевать фиростным. После службы подходила к иконам и словно внимательно вглядывалась в них. Кто знает, может, духовные очи блаженные видели эти лики во всей их святости и сиянии. Ведь говорила же она, что знает, какой образ в храме и где находится. Многие односельчане жалели девочку, как коллегу, как убогую. Но были и те, кто понимали, что ей дано от Бога больше, чем другим. Что в немощи этой совершается сила великая. Одной из таких была дочь местного помещика Лидия Янкова. Она любила Матронушку, видя в ней Божьего человека. Совершая паломнические поездки в Киево-Печерскую лавру, Троице-Сергиевую лавру и по другим святым местам России, добрая девушка брала с собой Матронушку. Четырнадцать лет Матронушка побывала в Кронштадте, в Андреевском соборе, где служил в то время святой праведный Иоанн Кронштадтский. Сохранилось предание о том, что по окончании службы, когда Матронушка вместе с толпой народа старалась подойти к Савелье, он попросил всех расступиться, сказав «Матронушка, иди, иди ко мне» и благословила Траковицу. В Матроне шел семнадцатый от, когда ее, несущую безропотно немощь, Господь посетил новой скорбью. Внезапно отнялись ноги. С тех пор блаженная Матрона не могла ходить. Ее смиренное сидение продолжалось до конца жизни. Она приняла это испытание, как волю Божию. Слепая, лишенная возможности ходить, Матрона не чувствовала себя несчастной страдалицей. Ее вырванную болезнью из житейской суеты Господь наделил удивительными дарами, даром рассуждения, прозорливости, чудотворения и исцеления. Осталось множество свидетельств Благодатной помощи, Которую уже в эти ранние годы Она оказывала обращающимся к ней. Вот простодушный, Но искренний рассказ Выборновой, Односельчанки Блаженной Матронушки. Мать моя родом из села Устья, Там у нее был брат. Однажды встает он, Ни руки, Ни ноги не двигаются, Сделались как плети. За моей мамой в село Себино Поехала его дочь. Крестная, Поедем скорее, С отцом плохо, Сделал все как глупый, Руки опустил, Глаза не смотрят, Язык еле шевелится. Тогда мать запрягла лошадь, И они с отцом поехали в Устья. Приехали к брату, А он на маму посмотрел И еле выговорил, Сестра. Собрала она брата И повезла к нам в Себино. А дядя мой В помощь Матронушке не верил, Оставила мать его дома И побежала к Матронушке спросить, Можно ли его привезти. А Матрюша говорит, Ну что твой брат говорил, Что я не могу помочь, А сам то сделался как плетень, А ведь она его не видела, В том сказала, Вези его ко мне, Помогу. Она читала Над ним молитвы, Дала святой воды, И он уснул. Спал всю ночь, Как убитый, И утром стал совсем здоровым. Благодари сестру, Ее вера тебя исцелила, Только и сказала Матрюна Моему брату. Родственница Матроны Ксения Рассказывала о том, Как отдали под суд мужа Ее сестры. Положение было ужасным. Огромная семья, Маленькие дети, И вот забирают кормильца. Сестра была в отчаянии, Придет, придет твой кормилец, Говорила ей Матронушка. Сестра в сердцах Отмахнулась от нее, Что мы это уговая знает? Беда бедой, А работать надо. Пошли на Ригу Молотить зерно, А Матронушка говорит, Молотите быстрее, А то не успеете. Никто не обратил внимания На ее слова. Пришли, Только взялись молотить. Друг бежит посыль Незвестью, Что в мужа Выпустили из тюрьмы. Уже в те годы Блаженная часто Предсказывала будущее В образной Иносказательной манере. Как-то Матронушка Обратилась к матери. Мама, готовься, У меня будет свадьба. Какая свадьба? Слова дочери Встревожили Наталью. Не предсказывает ли Дочь болезнь Или смерть? Она отправилась Священнику. Священник пришел К Матронушке, Поговорил, Причастил ее. Он всегда Причащал ее На дому. Только потом Близкие поняли, Что предсказывала Матронушка. Люди, Узнавая, Что в себе Не живет Угодница Божья, Которая Спрашивает У Господа Чудесную помощь, Стали приходить И приезжать К ней Из самых разных мест. Рассказываю, Что к избе Никоны И шли И шли люди. То и дело Подъезжали Повозки С больными. Матрона Читала Над больными Молитвы, Облегчая Страдания, А то и Поднимая Их На ноги. Пришедшим С различными Горестями Давала Советы, Другим Открывала Нераскаянный Грех И Вразумляла Раскаяться, Чтобы Не случилось Еще Худшей Беды. С тех Пор, Как Матронушка Обездно Жила, Она Была Лишена Радости Ходить На службу В церковь, Но Очень Любила Свой Храм, В котором, Как говорили Ее родители, Их Матрюша Выросла. Однажды Матрона Попросила Передать Священнику, Что У нее В библиотеке Есть Книги С Изображением Иконы Матери Божией Взыскания Погибших, Причем Она Точно Указывала Где В каком Ряду Книги Находятся. С удивлением Обнаружив Книгу Батюшка Передал Ее Матроне. Матронушка Очень Просила Написать Икону Взыскания Погибших. Эта Икона Сохранилась. В настоящее Время Она Находится В Успенском Мужском Монастыре Города Новомосковска. Для Церкви Успения Божией Матери Отдать Написать Говорила Она Говорила Ну Где Взять Деньги На Иконы Стали Собирать По Всем Деревням На Такое Святое Дело Да Еще По Благословению Матронушки Собрали Быстро Нашли Художника Который Брался Написать Икону На Вопрос Блаженный Сможет Ли Он Написать Такой Образ Художник Отвечал Что Для Него Это Дело Не Новое Дело То Божие Отвечала Матронушка И Велела Ему Перед Тем Взяться За Такое Дело Покаяться Получить Откнущение Всех Грехов И Пречаститься Святых Тайн Прошло Довольно Много Времени Иконописец Принимался Писать Икону Бросал И Снова Начинал Но Образ Не Получался Рука Не Слушалась Словно Бо Он Впервые В жизни Взялся За Кисть Измучившись Художник Решился Ехать В Себино К Матронушке Она Ласково Встретила Его И Как Между Прочим Назвала Один Грех В котором Он Не Покаялся Это Так Подействовало На Иконописца Что Он Раскаялся В Утаенном Грехе Еще Раз Прочистился И Попросил У Матроны Прощения Теперь Теперь Ты Напишешь Матерь Божию Сказала Она Вскоре Образ Искания Погибших Был Готов Он Стал Главной Местной Святыней И Прославился Многими Чудесами В засуху Эту Икону Выносили На Лух Посреди Села Служили Молебен И Благодатный Дождь Не Однажды Спасал Урожаи Наступил 1917 Год Пришли Тяжелые Времена Давно Предсказанные Матронушкой Еще Задолго До Революции Матрона Говорила Что Грядет Страшное Время Будут Грабить Разорять Храмы Начнут Делить Землю Хватать Жадностью На Делы Лявут На Землю Руки Вперед Как Бы Захватить Себя Побольше Говорила Она А Потом Все Бросят И Побегут Кто Куда Земля Никому Не Нужна Станет Так И Вышло Ясная Веками Отлаженная Жизнь Деревни Рушилась Многие Покидали Родные Места Уходили В Город Чтобы Устроиться На Работу И Хоть Как То Прокормиться До 1929 Года Матронушка Оставалась В Себине Той Деревне Где И Родилась Только Горя Было Вокруг И Люди За Утешением Шли К Матронушке Но Близок Был На Час Расставания С Родным Домом И Родителями Два Брата Его Михаил И Иван Вступили В Партию Михаил Даже Принимал Участие В Раскулачивании Матроне Открыто Проповедовавшей Веру Здесь Больше Не Было Места Без Гнева И Обиды Жалея Своих Близких И Особенно Стариков Родителей Она Покинула Отчий Дом Перебравшись В Москву Куда Уже Уехало Несколько Ее Односевчан С Тех Пор Она Несла Еще Один Крест Бездомности Начались Китания По Чужим Углам Не И Не И Не Не Прописки Матронушка Жила То У Знакомых То У Родственников То Но Долго Нигде Не Задерживалась Бывало Что Некоторые Квартиры Покидали Внезапно Предвидя Надвигающуюся Опасность И Так Спасала От Ариста Некоторые 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 Слепая От Тебя Никуда Не Денется Я Сижу На Постелюшке Никуда Не Хожу И Действительно Дома Милиционера Случилась Беда От Воспламеневшегося Кирогаза Который Заправлялся Керосином И На Котором Тогда Готовили Пищу Сильно Обгорела Жена Это Чудо Что Он Успел Приехать И Отвести Жену В Больницу В Тридцатые Годы Одно Время Блаженная Матрона Жила На Ульяновской Улице У Священника Василия Пока Его Не Арестовали Затем В Подвале Пышников Переулке У Племянницы Сколько Еще Было Таких Атресов Жила У Знакомых На Никитских Воротах На Пятницкой Улице В Петровско Разумовском В Царицыно Останавливалась Ненадолго У Племянника Посылала За Матрона Вопросом Они Привозили Записочки От Односельчан Жители Окрестных Сел Ведь Не Каждый Мог Выбраться В Москву А Горе В Те Воды Не Обходило Никого Но Но В Москве На Первый Взгляд Отличившееся Большим Благополучием Было Море Несчастных Потерянных Духовно Больных Отпавших От Веры Не Знавших Как Дальше Жить К Ней Вереницей Шли Люди Физически Слабая Она Принимала По Сорок Человек В День И Молилась О Каждом К Концу Дня Так Уставала Что Даже Не К Матруну Матронушку Запомнили Ее Маленькой Обычно Сидящей На Кровате Или Сундуке Она Была Проста Приветливо Доброе Светлое Лицо Крепко Сомкнутые Веки Ласковый Голос Матруну Успокаивала Пришедших к ней с бедой, больных, ладила по голове, осеняла крестным знаменем, читала над ними молитвы, всегда коротко отвечала на вопросы, говорила несколько ободряющих слов, советовала, обещала вам помощь и к людям возвращались силы. Они понимали, что перед ними Божий человек, многие обращались к церкви. Всю жизнь блаженная Матрона боролась за каждую приходящую к ней душу с извечным врагом рода человеческого, и тогда маленькая немощная старица становилась как бы ангелом воителем с огненным мечом в руках для борьбы со злой силой. Приезжавшие к ней односвечане с горечью рассказывали, что закрылась, любимая Матренушка, Матронушкина церковь в Себину. Но блаженная старица спокойно говорила — останется наш храм, откроется и служба будет. Да еще какая служба! В самое безбожное время, когда почти все храмы и монастыри были нарушены или закрыты, она твердо говорила, что придет время и церкви восстановят. Служба возобновится. Ныне мы все свидетели того, как сбывается это предсказание Блаженной Матроны. Восстановленная церковь Успения Божией Матери в Себину, в ней совершаются службы, а в 2002 году в церкви прибавился предел во имя Святой Блаженной Матроны. Вскрывая свой дар прозорливости, Матронушка часто облекала свои советы в шутливую форму. Однажды, на чей-то вопрос, как спастись, Матронушка пошутила — цепляйтесь за свою пяточку и спасетесь, уча никогда не совершать грехосуждения. Она говорила, — каждая овечка будет подвешена за свой хвостик. — Что тебе до других хвостиков? — Советую чаще налагать на себе крестное знамение, — говорила, — крест такой же замок, как на двери. Господь дал ей дар непрестанной молитвы. Она совсем мало спала, лишь иногда дремала, лежа на боку, на кулачке. Большую часть ночи молилась и клала поклоны. У нее на лбу была ямка от пальчиков, от часто налагаемого крестного знамения. Не однажды в эти предвоенные годы Блаженная Матрона, то в иносказательной форме, то прямо предсказывала, что враг близко, что скоро будет война. Еще в 1939 году сказала одним своим знакомым — вот вы ссоритесь, все что-то делите, а враг-то близко, тогда и повоюете. Во время войны внешняя жизнь Блаженной Матроны оставалась такой же. Весь день принимала людей, по ночам молилась, по-прежнему была бездомной странницей. В начале сороковых годов у нее было пристанище в Сокольниках, в летней постройке, сооруженной из фанеры. Синаида Владимировна Жданова рассказывала, я приехала в Сокольники, где матушка летом часто жила в маленьком фанерном домике, отданном ей на время. Была глубокая осень. Я вошла в домик, а в домике сырой, промозглый густой пар, топится железная печка-куржуйка. Я подошла к матронушке, а она лежит на кровати лицом к стене, повернуться ко мне не может, волосы примерзли к стене, еле отодрали. Я в ужасе сказала, матушка, да как же это, ведь вы же знаете, что мы вдвоем с мамой живем. Брат на фронте, отец в тюрьме, неизвестно что с ним, две комнаты у нас, сорок восемь метров, отдельный вход, теплый дом, особняк. Почему же вы не попросились к нам? Матушка вздохнула тяжело и сказала, Бог не велел, чтобы и ты потом не пожарела. Вскоре матушка к нам переехала. Здесь, в доме на Арбате, в старом Танюшинном переулке, матронушка прожила восемь лет. — Лучшие дни моей жизни — это дни, когда матушка жила у нас, — вспоминала потом Зина Владимировна. Свет тех дней согревает до сих пор. В доме под образами теплились лампады. Любовь матушки и ее тишина окутывали душу. В доме была святость, радость, покой. Шла война. А мы жили, как на небушке. Однажды пришла женщина, которая получила извещение о том, что ее муж погиб. Матрона Шталанского приняла убитую горем и сказала, что муж ее жив. Через некоторое время женщина получила вторую похоронку. А затем еще одно подтверждение. Матрона ободрю безутешную почти сердито сказала. Жив! Жив! Придет на Казанскую. Постучит в окошечко. Война окончилась, а его все не было. И вот в 1947 году он пришел прямо на праздник Казанской иконы Божьей Матери. В 1950 году Матренушка снова лишилась крова. Следу Владимировну Жданову, у которой она жила, арестовали. Последний приют она нашла на подмосковной станции Сходня, у дальней родственницы. Расстояние ничуть не уменьшило поток людей, приходивших приезжавших к ней. Совсем ослабев, она все равно продолжала принимать недужных, отчаявшихся в горе. И даже перед самой смертью она не могла отказать тем, кто находился в глубочайшей скорби и ждал от нее помощи. Второго мая 1952 года Блаженная Матруна скончалась, а времени кончины ей было открыто за три дня до смерти. Она исповедовалась и причастилась святых тайн. Простая детская душа ее трепетала. Страх ли это был? Волнение перед великим таинством смерти? Священник, который много лет знал Матронушку и не однажды исповедовал, спросил. — Да неужто и вы боитесь смерти? Матронушка коротко ответила. — Боюсь. Она просила похоронить ее на Даниловском кладбище, по-детски простодушно объясняя, что хочет каждый день слушать службу из стоящего рядом храма. По ее желанию отпевали Блаженную Матрону в храме Резоположения. Там служил горячо любимый всеми прихожанами батюшка, отец Николай Голубцов. Он и совершил отпевание. Четвертого мая в неделю жен Мироносец состоялось погребение Блаженной Матроны на Даниловском кладбище. Отпевания погребения Блаженной были началом ее прославления. После праведной кончины старицы люди стали ходить к ней на могилку, как ходили к ней живой. Ведь и сама Матронушка перед кончиной наказывала — Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях. Я буду вас видеть и слышать, и помогать вам. И действительно, с первых дней приходящие на могилку Блаженные Матроны получали от нее помощь. Проходили годы, но поток людей на могилу святой старицы, где всегда горела неугасимая лампада, не уменьшался. И вот 8 марта 1988 года в той дорогую каждому православному человеку неделю торжества православия на Даниловском кладбище были обретены честные останки Блаженной Матроны. Обретение было совершено по благословению святейшего патриарха Московского Евсея Руси Алексея II. Комиссию по вскрытию захороненных захоронения возглавил архиепископ Истринский Арсений. В перенесении останков участвовали наместник Новоспасского монастыря епископ Орехов Зуевский Алексий, наместник Свято-Данилова монастыря архимандрит Алексей Поликарпов и братья, настоятель храма во имя святителя Мартина исповедника, протеерей Александр Абрамов. В храме в честь сошествия святого духа, что на Даниловском кладбище наместником Свято-Данилова монастыря архимандритом Алексием в сослужении собора клириков была совершена заупокойная лития. Гроб с честными останками старой Саматроны был доставлен в Данилов монастырь. Там его и поместили в надвратном храме во имя преподобного Симеона Столченко. 13 мая 1998 года комиссия закончила свою работу. При освидетельствовании останком старой Саматроны обнаружена выпуклость в форме креста на груди. В Покровском храме Свято-Данилово монастыря на Аналое была положена частица гроба Блаженной Матроны. Здесь в дни Великого Поста служились панихиды о упокоении рабы Божией Матроны. 30 апреля по благословению святейшего патриарха Алексея II при торжественном пении тропаря Пасхи «Христос Воскресе» честные останки Блаженной Старицы Матроны перенесли в храм святых отцов Семи Вселенских соборов. Вечером братья монастыря отслужили за упокойное всеношное бдение. 1 мая 1998 года в пятницу второй седмицы по Пасхе накануне 46 годовщины прославления Блаженной Матроны божественную литургию и панихиду в этом храме совершил архиепископ Истринский Арсений. В тот же день гроб с честными останками подвижницы перенесли в Покровский женский монастырь на Таганской улице. С этого момента началось паломничество в обители тысяч верующих людей, чтущих святую память праведной старице Матроны, Матронушки, как ласково называли ее в народе. Сюда приходили сотни писем с просьбой помолиться Блаженной. Некоторые из них адресовали ей самой. По словам игумени Покровского монастыря матушки Феофании Мискиной авторы многих писем получают скорую и действенную помощь Святой Старице. Сестрами была заведена особая книга, куда тщательно заносились случаи чудесного заступления, оказанное верующим по молитвам Блаженной Матроны. Его свидетельницами не раз становились насельницы Покровского монастыря, твердо верящие, что именно Блаженная Матронушка помогает им восстановление обители. Не один месяц продолжалась работа комиссии по канонизации святых Московской епархии, на которой по благословению его святейшества решался вопрос о прославлении праведной Матроны. Рассмотрев подвижническую жизнь и подвиг благочестия Матроны Дмитриевны Никоновой, народное почитание и чудеса комиссия не нашла препятствий к ее прославлению в лике месточтимых святых. Прославление было торжественно совершено 2 мая 1999 года, в годовщину кончины Блаженной Старицы. Праздничную литургию совершил святейший патриарх с собором архипастерей и духовенства Верхней Церкви Покровского собора. Перед ее началом духовенства внесло в храм укрытую красным пасхальным покровом раку с честными останками Великой Старицы. Поставило их с правой стороны усылиги. За этим богослужением последний раз соборно вознеслась молитва о упокоении души преснопоминаемой рабы Божией Матроны. Последний раз была пропета ей вечная память. Затем ее святейшество Самвона огласило определение о канонизации Великим мест, но чтимых святых праведной и блаженной Матроны Московской. В благоговейной и строгой тишине прозвучали слова первого иерарха. И вот под сводами храма зазвенели голоса юных певчих, впервые исполнявших тропарь святой Старицы Матроне. Вход в верхнюю церковь Покровского собора, небольшую по размерам, в тот день был ограничен. Большинство людей осталось за стенами ее, слушая трансляцию патриаршего богослужения по радио. Когда в храме на мгновение воцарялась тишина, через раскрытые окна и улицы летела многоголосая. Величаем тя святая блаженная Старица Матрона. День был пасмурный и холодный. Три раза начинал идти ледяной град. Но стремление православных людей прикоснуться к святыне, стать участниками великого духовного праздненства было так велико, что люди не расходились. К полудню сквозь низкие серые тучи неожиданно проглянуло солнышко. Его люди озарили притягшую толпу, расцветили красные пасхальные облачения духовенства, в сопровождении которого на ступени Покровского собора вышел архиепископ Истринский Арсений, чтобы причастить святых христовых тайн тех, кто молился на улице. После литургии первосвятитель с духовенством спустился в Нижнюю Соборную Церковь. Здесь у раки с мощами блаженной Старицы он совершил первый молебен новопрославленной святой. Вслед за тем святейший патриарх осветил закладку, восстанавливаемую монастырской колокольней, которая была разрушена в годы богоборчества. Его святейшество поздравил свою паству с прославлением блаженной Старицы Матроны Московской, которая, сказав он, верим, была и будет молитвенницей за наш многострадальный народ, за нашу святую Церковь, за Отечество наше. Нескончаемо верениц верующих, идущих в Покровский монастырь, православные едут к Матронушке из своих дальних уголков России. Веря в силу ее благодатного заступления, помня ее слова «Все, все приходите ко мне!» Святая Блаженная Матрона Московская, моли Бога о нас! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok